Ребята, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua, меня зовут Александр. Будем сегодня рассматривать интересный смартфон, по моему мнению, называется модель i-new i8000, или еще есть у нее название V5C. Это бюджетник от компании i-new с хорошими характеристиками, с низкой ценой, приблизительно модель стоит 155 долларов в наличии в Украине, с гарантией. По телефону разберемся немножко позже. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке i-new i8000, 5,5 дюймов у него дисплей. Из того, что интересно, у него в комплекте есть вот такой вот оригинальный чехол-книжка, с вырезом под время. Ну и стандартно пленка, пленка есть у него одна на экране, гарнитура. И вот такая вот зарядка, зарядка на 700 милиампер. Сам смартфон довольно-таки большой, 5,5 дюймов, по толщине он очень интересен. Пленочку вот эту вот сейчас снимем, чтобы вы увидели всю красоту телефона. Ничего такое по дизайну, очень интересный. Вот эта вот металлическая каемочка, по толщине 7,2 мм. Сзади вот такая вот крышка, но давайте все по порядку. Значит, спереди у нас есть сенсорный экран на 5,5 дюймов, есть три сенсорных кнопки. Они светятся, одна из них основная, кнопка меню, она светится как и в i-new V3. Сверху датчик-индикатор пропущенных звонков, динамик, датчик освещения, датчик приближения и камера по заявленным данным от производителя на 8 мегапикселей. Есть кнопка включения-выключения, есть качелька громкости с этой грани, сверху разъем под наушники и микро-USB, снизу микрофон и задняя крышка имеет вот такую вот интересную структуру. Она рифленая, в руках не скользит, отпечатков пальцев на ней не видно вообще. Логотип i-new, 8 мегапиксельная камера, второй микрофон, вспышка и один динамик. Один динамик покажу сейчас где. Слева. Слева динамика, а это получается просто муляж. Аккумулятор здесь на 2270 мАч, две сим-карты, GSM WCDMA, большая стандартная симка, мини-симка, точнее микро и микро-USB. Хочу сказать особенность по корпусу. Как вы, я думаю, уже видели, на задней крышке кнопки располагаются, ну не под прямым углом, они располагаются вот на вот этом вот изгибе. В связи с чем, это и кнопка включения и выключения, и качелька громкости. В связи с чем, при первом опыте использования, при знакомстве с этим смартфоном, мне было очень неудобно вот этими кнопками управлять. То есть, если я держу смартфон в одной руке, если в обычном, в стандартном смартфоне, можно просто вот нажать, вот держать тут упор, а тут нажимать. То здесь так не получится. Здесь эти кнопки располагаются в другой, в другом пространстве, если так можно сказать. И чтобы уже нажать, нужно прилавчиваться и нужно как-то подстраивать свою руку под этот смартфон. Кнопку включения и выключения я уже прилавчился, как ее нажимать. А вот кнопку громкости, либо нужно брать вот так вот нажимать эту качельку, либо не знаю, как вот, ну вот как-то вот так вот я ее тоже нажимаю. Так, по корпусу нареканий у меня нет никаких. Здесь нет люфтов, крышка очень плотно закрывается. Смартфон на перегиб тоже чувствует себя отлично. Не скрипит, не люфтит. Никаких артефактов на экране при перегибе я не наблюдаю. И тач сам не срабатывает. По техническим характеристикам. Программка Antutu приблизительно 17 тысяч баллов набирает эта модель. По характеристикам этот смартфон очень похож на Lenovo A850. 4.2.2 Android, MTK6582, Mali 400, 960 на 540, но экран мне очень нравится, и он значительно круче, чем у Lenovo A850. Камера на 8 мегапикселей, своей памяти здесь 4, и оперативки гигабайт. У меня стоит карточка памяти на 16, с картами памяти смартфон работает отлично, сразу все устанавливается туда. 8, вот показывает у меня Antutu и основная камера, и задняя. Это неправда. По точкам касания, по мультитачу. Здесь пятиточечный мультитач, шестая точка касания уже не реагирует. И по Z-Device Test, программа, которая показывает нам датчики, которые есть в этом смартфоне. Значит, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, есть компас, есть акселерометр, есть датчик приближения, датчик освещения, есть среднего уровня вспышка. Z-Device Test показывает, что у нас есть гироскоп, но гироскопа здесь нет, потому что он не реагирует. В свою очередь, акселерометр, смотрите, как отображается, когда он есть. Есть вот такие вот диаграммки, которые меняются в зависимости от наклона. И, кстати, работает OTG в этом смартфоне. Прошивка на русском языке у нас. Здесь нет китайского софта, здесь все более чем достойно. Версия прошивки вот такая, версия сборки тоже посмотрите. Прошивка стабильная, не было у меня проблем с этим софтом. Я в этом плане доволен. В настройках все на русском языке, особо здесь останавливаться нет смысла. Тоже есть меню быстрого запуска. Экран здесь выполнен по технологии IPS однозначно. Здесь OGS технология, то есть здесь нет воздушных прослоек. Углы обзора хорошие, позже покажу. Яркость экрана, смотрите, вот это у меня стоит сейчас максимальная яркость. Я думаю, вам нравится экран. И вот такая вот яркость минимальная. То есть довольно-таки хороший уровень, минимальный. Что касается углов обзора. Ну, действительно, мне нравится этот экран на этом смартфоне. Красивые картинки тут есть. Вместе со смартфоном вот такая вот картинка есть. Углы обзора, смотрите. Цвет абсолютно не меняется. И отлично выглядит даже под углами. Единственное, что как и у любого другого бюджетника, это все-таки бюджетник есть. Я наблюдаю на темном фоне по диагонали вот такой вот эффект. Ну, это незначительно, но я проверяю каждый смартфон на этот момент. Вот под такими углами более-менее. Так вот тоже нормально. А вот тут прям выцветает, становится сереньким. В принципе, если это качественная модель, если это дорогой смартфон, то такого быть не должно. Для такой цены смартфона это абсолютно допустимо. Касательно производительности. Смартфон имеет 960 на 540 разрешения экрана. МТК 6582 с Mali 400. Ну, я думаю, что тем людям, которые смотрят мои обзоры, уже известно, что эта связка отлично работает с любыми современными игрушками. Покажу несколько из них. Покажу несколько из них. С играми, в принципе, не возникает никаких проблем. Смартфон нормально тянет их. Касательно звука. Меня этот смартфон порадовал. Я тестил через симку и динамик разговорный с микрофоном. Отличный звук и громко. И меня четко слышно. Я также тестил звучание внешнего динамика. Вот этого вот, который сзади. Продемонстрирую это и вам. Ну, довольно-таки громко все. И качественно. Ну, а также я тестил, как всегда, звук через наушники. Для меня это важно. Вы знаете, это такая модель, в которой я бы слушал музыку. Однозначно, звучание меня порадовало. Касательно GPS. GPS я тестирую через инженерное меню и через GPS тест программу. Значит, какие результаты у меня получились. Очень долго стартовал GPS. Наверное, ну, минут 5 я ждал. Минут, может быть, даже 10. Ну, действительно, долго очень стартовал. Потом он распознал карту EPO. Карта EPO и прогружалась у меня. Но уж почему-то оно не отображалось. Ну, вот, потом он распознал. Первый старт у меня зафиксирован как 106 секунд. Но было дольше. Не знаю, почему такой результат показал. В принципе, спутники ловят. 455 спутников в условиях помещения. То есть, не на улице. И не слишком длительно я там находился. В общем, GPS рабочий. Но первый старт долгий. Аккумулятор. 2270 мАч. Если честно, ожидал немного большего от такого аккумулятора. В принципе, процессор у нас не слишком требовательный. Да и разрешение тоже невелико. 455 баллов. Но обычно должен быть результат для таких параметров. Ну, наверное, 500-550. 2 часа 17 минут. Это у меня со 100% с максимальной яркостью в условиях игры. Epic Citadel. В принципе, нормальный средний показатель. И 2 часа 38 минут. Это у меня воспроизведение видео из YouTube. С включенным Wi-Fi, естественно. И со звуком. С максимальной яркостью. 2 часа 38 минут. Средний показатель. Обычно часа 3-3,5. То есть, ну, по аккумулятору, да. Можно сказать, что это минус. Камера здесь на 8 Мп. Фронтальная камера. Вроде бы есть автофокус. Он так тоже наводит. Вот так вот. Качество снимков. Могу сказать, что не так круто, как бы мне этого хотелось. Но однозначно лучше и интереснее, чем на Lenovo A850. То есть, эти модели приблизительно в одной ценовой категории. Но Lenovo практически по всем параметрам уступает. Эта модель интереснее. Видео записывает в формате Full HD. Я сделаю и фотографии. Вот эти вот, которые я уже сделал. Еще парочку нафоткаю. И видео выложу тоже. Покажу вам. iNU i8000. Вот такой вот этот смартфон. Внешний дизайн мне очень нравится. Единственное, что меня смущает в этом смартфоне. Такие, ну, не совсем хорошие впечатления у меня остались. Это вот эти вот кнопки. Но опять же, к этому привыкаешь. И нужно внимательно смотреть, чтобы они были до конца там вставлены. Чтобы они хорошо выступали. В принципе, звучание вот этой рукой можно делать. Вот с этой стороны уже неудобно. Допустим, чтобы разблокировать, как бы мне удобно вот уже в другую руку взять. То есть, ну, в общем, к этому привыкаешь. Я думаю, вы с этим справитесь. Не совсем мне понравился, как работает аккумулятор. Мог бы работать он дольше, больше. Ну, а камера на уровне, в принципе, из того, что я прям не могу сказать, что хорошая. Если сравнивать, опять же, с Lenovo A850, то камера здесь лучше. Ну, а экран 960 на 540 разрешение. За такую цену не считаю я минусом. Никаких тут пикселей не видно. Все красивенько, все ярко. Углы обзора шикарные для такой ценовой категории. На этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, комментируем и тому подобное. Всего доброго вам. Субтитры сделал DimaTorzok